Выпавшие из стены кирпичи – это первое, что можно увидеть, подойдя к дому номер 40, корпус 1 на улице Островского. Общежитие буквально трещит по швам. Трещины можно наблюдать и внутри самого дома. В помещениях стоит затхлый запах, а стены атакованы грибком и плесенью. Как говорят жильцы, только одна часть дома признана аварийной. Также они отмечают, что текущий и срочный ремонт управляющая организация не делает. А если делает, то собирает за это деньги жильцов. По этой причине чаще всего жители справляются с ремонтом своими силами. Сантехнику приходится самим менять, ну, соответственно, буксы, в унитазе, скажем, тоже все. Ну, это понятно. А так вот кран-буксы на кухне, краны, газовые плиты, допустим, все это за свои деньги покупается и меняется. Представитель управляющей компании ООО ЖКХ заявил, что фасад дома разрушается по вине жильцов. Ну, вот люди там душ себе организовали, и вот его надо убрать. Мы же сейчас письмо написали. Пока тишина. Люди действительно моются среди умывальников. Некоторые жильцы организовали себе ванную в своих комнатах. Поскольку на весь дом существуют только две душевые комнаты – мужская и женская. Во второй никто не моется. Девушкам и женщинам страшно там находиться. Но представителю управляющей компании такие условия кажутся нормальными. Тапочки надели-то помылись. Такой душ у вас. Там есть, откуда льется вода. Там все есть. Мы на все установили. У вас уборщица есть. Она убирает этот душ. Хорошо, он совершенно не убран. Почему? Ну, потому что надо соблюдать правила, да, чисто не там, где метут, а там, где не свалят. Поэтому вы как-то к этому относитесь. Вот вам должны себе обязаны, да. Ну, а на самом деле так, кажется, не совсем так. Возможно, если бы душ был в надлежащем состоянии, люди бы не стали мыться на своих этажах, а мылись бы на первом. В том душе, который для этого предназначен. Однако неизвестно, каким последствиям это приведет и куда будут уходить стоки. Ведь подвал дома и так залит водой. Подвал периодически затопляется. Трубы, вот эта самая главная девушка. Дом построился в 60-м году. С тех пор трубы все прогнили. Они везут, резиновую прокладку положат, но маленькое, низкое давление. Они как-то еще терпят эти накладки резиновые. Ну, как только вот сейчас вот в Бали, все прорывается, подвал здесь затапливается. Там водище, вода в подвале. Да нет там воды, нет. Ну, как нет, если я своими глазами ее видела? Я вот там, может быть, не каждый день бываю, но вы придумывайте. Из подвала идет пар. Оттуда же вылетают и комары. Они живут и разводятся здесь круглый год. Помимо этого, здание наполнено клопами и тараканами, которых периодически травят. Тут травят как? С пятого протравили, они на четвертый. Убегают на четвертом, протравили, они на третьем. С третьего они на второй, так, короче, они меняются этажами. Проблемы дома. ООО ЖКХ как будто не видит. И сводит все к тому, что дому требуется капитальный ремонт. На наше утверждение о том, что управляющая организация должна делать текущий и срочный ремонт, а не ждать капитальный, ее представитель отреагировал скептически. Заниматься текущим ремонтом мы и мы занимаемся. А для того, чтобы там восстановить ваш душ, это уже, извините, не текущий ремонт, а капитальный. Эта же управляющая компания должна следить за порядком еще в ряде домов. Однако и там жители страдают от несправедливости. По их словам, ООО ЖКХ бросило их на произвол судьбы. Люди живут в нечеловеческих условиях. Мы, наверное, такие прокаженные люди, проклятые такие, что все, что есть отвратительного по содержанию дома, по уходу, что есть отвратительное, это для нас. Я 30 лет живу, мучаюсь, бесполезно. Деньги дерут, дерут, дерут. А условий нет. Жильцы говорят о том, что исправно платят немаленькие деньги за свои квартиры и оплачивают содержание жилья. Но никто об их доме не заботится. Люди надеются, что деятельностью управляющей компанией ООО ЖКХ заинтересуются власти и прокуратура. А их дом будет приведен в надлежащее состояние.